Сегодня у нас в адвент-календаре была вот такая возможность эксперимента сделать, подарили ему такой шприц, и вот сейчас я покрасила воду простым красителем для пищевой краситель, и он просто с водой играется. Когда поднимает вниз, появляется вода в шприце. Чем выше стакан, тем больше воды в шприце наливается. Если он поднимет, то вода убавляется, и вот ему интересно сейчас наблюдать это. Ну и здесь всякие объяснения, как это делается в этой книжечке. Очень классный, кстати, календарь. Мне очень нравится, что вот всякие эксперименты. Сидим, играем. Телевизор Лилочки уже лучше стало. Сегодня, вчера еще температурила. Сегодня получше, но ничего нету. Я завтра поеду к врачу, пусть ее обследуют, потому что ничего нету, ни кашля, ничего. У меня подозрение. Или у нее что-то с желудком все-таки, или у нее с мандалями. Ну, как это с этими мандалями. Детки чистят свои сапоги. Для чего это не делать? Потому что завтра. Что у нас завтра? У нас завтра Никуалс приходит. И здесь в Германии традиция. Нужно, чтобы детки почистили свои сапожки, чтобы завтра дали нам подарки. Вот. Спасибо. Молодцы. Хорошо почистили. Все. Ласа тронте штейн. Тронте, да, комда, Никуалс? Да. Филе дешево, да? Вот так мы почистили сапожки для того, чтобы нам завтра Никуалс принес. Так светит у нас елочка. Я потребую одну степень. Да! Мой! Это есть маленький. И это не мисс. Кокси. Смотрите, он у него это. Вдох, отлично. Вдох, отлично. Это для тебя, Лили. Это белый. Это для тебя, лили. Да, это для тебя. Кокси. 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 Да, Голос. Иди, но... Ни шуhen. Лили, боже на твои шуhen. Боже, ты на мою шуhen. Иди, ты сматис-Кекса. О, cool. Окей. Голос, плацет. Голос, иди, смонс. Иди, сматис-Кейс. Кейс. Я сматис-Кейс. Да, ты сматис-Кейс. У, супер-cool. Спроекса, Кэкси. Фроекс, Кэкси. Фроекс, Кэкси. да да вот и николас wieder заубер хазы Вау! Вау! Завема-магик-писты. Иллдерпупа! Иллдерпупа! Иллдерпупа? Иллдерпупа? Иллдерпупа, и что там есть? Иллдерпупа, иллдерпупа! Я вижу что-то, они выглядят здорово! Иллдерпупа, 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 иллдерпуп Ваш домашний 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 день. КОНЕЦ Поздравляю с Николасом, святым Николаем, сегодня детей праздник. Подарки. Конечно, опаздываем в садик. Сейчас пойду открывать, но с вами поговорю попозже. Здравствуйте, дорогие друзья и гости на моем канале. Сегодня у нас Святой Николай. С праздником вас, с этим праздником Святым Николаем. У нас называется Николас. Николас. Детки ждут каждое утро. Подарки на 6 декабря приносят Святой Николаю подарочки. Для этого нужно кое-что сделать. Это такое обычай, что нужно деткам почистить сапожки. За вечер до. И выставить на улицу. Мы в этот раз делали сапоги простые резиновые, взяли, чтобы не были сырыми простые сапожки, которые на 6 носят. Ну, вот такое обычай, такое здесь в Кермании. И приносят, конечно, мелочь. Податки на 6 такие, особенно, ну, в основном один подарок. Мы подарили по одному подарку и книжечки. Мама мне передала задание, что еще положить кое-что от моей мамы. Эти книжки, которые они получили, это было от моей мамы. Вот. Ну, сегодня Мику везли сразу в садик. Я с Лидичкой дома. Поиграли сейчас до обеда. Чуть-чуть сейчас я пытаюсь сделать обед. Обед у нас быстрый. Ничего ребенок пока еще не ест толком. Надеюсь, она хоть поест, пожарила я быстренько на маслечке этот фиштепхи, называется, палочки. И отвариваю сейчас рис. Делаю отварной рис. И этот отварной рис так пахнет, как в китайском магазине, а в китайском ресторане. Чисто просто рис. И себе я делаю, сейчас покажу, в утром, где милюция со скреветками. Это буквально очень быстрый, да, рецепт, который я вам показывала. В этот раз я не делаю, как плохо, я делаю весь отдельно. На воды добавить. В общем, не упустите. Номент, а то у меня весь сейчас не отварится. Ну, сейчас покажу вам, как это выглядит. Вот. Нельзя, да, у нас все здесь стоит. Сменяюсь. Ну вот, креветки я просто все мороженое закинула прямо в сковородку. Сковородка довольна, конечно, суперская, сейчас не подгорает ничего. Ну, она у меня и тогда и подгорала просто. Уже просто серьезная старая стала. Ковротки уже выкинуто. Это уже новая. Вот они, креветки простые. Они в чесноке уже специи. И бутер-гемюза уже есть, там, масло со специями. Я ничего больше сюда не добавляю. Пока вот так оставляю. Она сейчас наварится. Я могу чуть-чуть остроты добавить, но я сегодня остроты не буду добавлять. Так как с ребенком мне сможет удастся, что он хоть что-то из этого тоже съест. Вот такая ситуация. Что у нас произошло? Мы в субботу вернулись домой, хотя планировали, ну, в субботу утром сразу быстро домой. Улили температуру высокая. Улили высокая температура. Мы домой, неизвестно что. Сбивала температуру. У меня дома здесь, конечно, есть лекарства, которые нужны, чтобы сбить температуру. Что произошло? Что в бремени мы не могли поехать в больницу, чтобы нас там на 3 дня оставили. Я снова на 2-3 дня оставляю в больнице, чтобы пока нашли, что там какие-то симптомы. Этого я не могла себе позволить. В общем, Мика был бы один без присмотра. Там с бабушкой, с дедушкой, а Мику я бы не оставила на данный момент. Так как мои родители тоже работают, ходят. И там детского садика нет. Ну, короче, для нас этого неудобно было. Я поехала домой здесь, в Ханнофере. У нас все больницы уже переполнены. Уже сообщение было по радио. Приходите только с самыми важными заболеваниями. Или в самую последнюю минуту, скажем так. Ну, так как у меня здесь лекарства были, я здесь его, конечно, могла чуть-чуть отойти. В воскресенье все в порядке было. У него уже меньше температуры было. Но появилась сыпь на теле. Сыпь слегка появилась. Увидела только вот, когда я ее переодевала. Я думаю, знаете, сыпь бывает тоже при температурах высоких. Ну, вот. И, конечно, она ничего не ест. У нее проблемы с пищеварением тоже сейчас. Ну, и вот это все симптомы. В фейн-деминг я позвонила врачу. Мы поехали к врачу. И параллельно к тому, что поехали к врачу, пришло сообщение, что в детском садике ребенок заболел скарлатиной. Пришла к врачу, сказала все, и сестра только сказала. Он просмотрел ее. И он сказал, что у нас тоже скарлатина. Теперь вы прописали нам антибиотики. Я ей... Ну, это ах, он крах. Называется, ах, он крах. Пытаюсь этот сок дать, который нужно два раза в день, по 12 часов расстояния. Давать им антибиотики и антибиотики. И вот такая ситуация. Получается, мы все сейчас при присмотре. У Мики никаких симптомов нет у меня тоже, у Домника тоже нет. Хотя у Домника тоже проблемы были с пищеварением. Это в прошлой неделе были. И как раз вот день позже у нее появились. Я думаю, что Домник имел то же самое. Ну, у нее никакой ступи не было ничего. Просто ему плохо стало. И после жулы начал болеть сильно. И вот на следующий день все было уже нормально. Вот такая ситуация у нас. Что происходит сейчас в Германии? В Германии на данный момент... Мне выписали, кстати, антибиотики. И жаропонижающие выписали. Но не получилось взять в аптеке жаропонижающих. Нету. Проблема с доставкой. Потому что большой спрос. Спрос такой большой был. Это еще было где-то 3 недели назад. Может, еще дальше назад туда. Осенью был большой спрос жаропонижающих. И это идет речь не про таблетки, про тстамол, а идет сок и вот самое главное свечки. Для самых маленьких детей. У нас сейчас такая большая пандемия, скажем. Идет вирус RSV. RSV-вирус. Это простой заболевательный простудный вирус. То, что в прошлых годах мы соблюдали всякие гигиены и маски, и все подряд. Этим вирусом детки не забывали. Ну, не было этого вируса, и они не болели. А сейчас вот очень агрессивный он стал. Вирус появился опять. Где у детей ослаблен иммунитет из-за того, что мы все маски носили. И переполнены на больницу. Потому что нужно... Дети с осложнениями попадают туда. У нас уже то же самое было, что Мика не мог отдышаться. И мы потом все-таки 4 часа посидели в больнице. И потом все-таки нас домой отпустили. Потому что мест нету. Может быть, я оставила даже. И у Лилечки высокая температура. Это был вирус 3 недели назад. А она в прошлую неделю, одну неделю походила в садик и принесла новую болезнь. Так как дети, вот именно иммунитет не такой сильный. Потому что вот именно, что эти все болячки, вот эти в этом году появляются из-за того, что в прошлых годах их не было. Потому что мы соблюдали все гневно. Сейчас думают, что короны уже нету. И все это побросали, конечно. Я не говорю, что корона есть или корона нету. Она есть, она здесь есть. И вот уже у многих слева-справа есть уже заболевание. Уже знакомые. Есть где-то, что подцепляет. В нашем детском садике младенческая группа, допустим, в Трикоронине там. У нас пока еще тишина в нашей группе. Поэтому, но корона не так сильно проходит. Вот сейчас как вот именно этот другой вирус. Ну и поэтому жар понижающих, конечно, мало стало. По всей Германии этот идет ужасный вирус. Сильный кашель, высокая температура. И большой RSV-вирус такой, знаете. Раньше он простой, простудный вирус был, не страшно. А в этот раз он повалил. Не только детей повалил, а и сразу взрослых повалил. Мы, слава богу, уже очухались. Вот Лилия сейчас с этой скалатиной 3 дня должна попить антибиотики. Потом уже может в садик идти. Чувствует себя хорошо. Если бы нормально еще бы кушала, тогда бы вообще супер. Вот такая ситуация у нас в Германии. Сегодня после обеда сейчас приедет малыш. Мы начнем поиграем еще с тем, что он не успел поиграть утром. И пойдем, наверное, закупаться. А так вообще день практически обычно. Шить не успеваю. Конечно, ребенок дома ничего не успеваю. Ну, вот такая ситуация у нас. Я не жалуюсь. Знаете, детский садик, она все принесет. Это нормально. Это буквально нормально. Мика держится, пока крепится. Вот она переболела. Иначе в следующий раз будет меньше такая реакция. Вот как есть. Большое, кстати, спасибо за последнее видео. Вы мне писали очень много приятных комментариев насчет платья. Да, я платье делала без примерки. Тоже на риск. Делала по ее меркам. По маминам меркам. Поэтому были какие-то есть. Уже мерки же есть. Но все равно есть какой-то маленький риск, что что-то не подойдет. Я сделаю обязательно еще одно подобие. Платье такое же. И сделаю с маленькими поправками, которые бы в этом платье у меня не получились. Ну, а так. Платье мне нравится. Супер выглядит элегантно. Большое спасибо. Вы все подтвердили это. И мама убедилась тоже. Ну, вот так. Большое спасибо. Мы увидимся в следующем видео. Наверное, я не знаю. Я, наверное, сегодня ничего не буду снимать. Может, пройдусь по улицам, где все красиво. Огонечки горят. Покажу вам это. Ну, а так. До следующего раза. Пока-пока.